Тобто, наступный спикер Женя, и он расскажет нам про то, про что разговаривают на великих мейнстримных фонфах, на которых очень много людей, и очень круто, что ты туда съездил. Спасибо. Так, попробуем начать. Я заболел, поэтому у меня голос немножко такой севший, поэтому сразу наперед прошу прощения. И где-то, по-моему, в марте месяца я узнал о том, что будет конференция в апреле, купил билет, нет, даже еще раньше, а потом об этом как-то узнал тайна организатора, она мне попросила сделать доклад по результатам визита моего туда. Вот. Я пока был там, записывал конспект по всем докладам, на которых попал. Вот. Но, во-первых, я попал не на все доклады, потому что их там было очень много, и они шли из два потока. Во-вторых, я подумал, что пересказы, просто содержание этих докладов будет бессмысленно. Я выбрал доклады, несколько, на которых просто хочу обратить ваше внимание, я чуть-чуть про них расскажу, а вы про них уже посмотрите на ютубе. Это будет гораздо более полезное время и провожение, чем слушать мой пересказ. Ну, поехали. Значит, меня зовут Елгена. Поздравляю вас, вы нашли до последнего уровня сегодня, до моего доклада. Вот. Вот это мой ник. Можно в твиттере или на гитхабе посмотреть, что я пишу в интернете. Я работал до недавнего времени в компании Denlab. Компания находится в Киеве, и мы работали, и работаем. Компания работает, я же нет, над проектом The Health. Этот проект написан на эликсире. Он open-source, каждый день пушится куча эликсирного кода. Я призываю всех ходить, смотреть, делать ишизы или пол-реквест открывать. Каждый день какой-то движняк. Вот я делал этот скриншот где-то часа два назад, и на тот момент, видите, тоже, что там, ребята сегодня работают, наверное. Да, ребята сегодня работают, в четверг у нас выходные. А, вот. То есть все legitimate, окей. Куча эликсир кода каждый день там. Вот. Сейчас я работаю в компании Contractbook. Она занимается решением проблемы перенесения контрактов из копии бумажных в цифровую. Не менеджмент. Это довольно прикольный стартап. Это план моего доклада. Очень все просто. Прежде чем мы начнем, пара новостей. На этой неделе появился релиз Erlang 21. Он релизится раз в год. Вот этот раз в год. Но в году настал в этот среду. За ним последовали блокпосты. Есть прикольное overview. Это один из корт-контрибуторов эликсира. Последовала также версия эликсира. И уже вышли мы на финишную промоу к версии 1.7. Где ребята из эликсира пишут, что приходите. У нас уже есть какой-то изолированный сет багов. Который если мы пофиксим, у нас будет 1.7. Чтобы два раза не вставать. В этом году Erlang разработчики завели блог. И они там пишут блокпосты. И довольно прикольно. Недавно был блокпост про то, как... Про историю. Все, что раньше, когда я готов, когда-то доклад про эликсир, я собирал по крупицам. Теперь человек один сел и все изложил от и до. Вот. Довольно интересно. Значит, приближаемся к конференции. Конференция проходит четвертый год подряд. Первый раз она проходила... Не вижу где? Вижу где? В Кракове. Недалеко от Кракова живет сам уже Завалин. Видимо, это как-то связано. Не знаю. Потом была конференция в Берлине. В Берлин и уже мне получилось съездить. Было прикольно. Кучу народу увидеть. Вот эту конференцию я пропустил. И это была в Варшаре. Сюда я съездил. Она была в середине апреля. Конференция проходила в большой крутой гостинице на H как-то называется. Хилтон. Хилтон. Вот. Правильно. Там очень круто было внутри. Мне очень понравилось. Вот. Про конференцию уже по факту сняли видео небольшое, где рассказывают и показывают, что там было, кто там был. Оно всего 3 минуты идет, можно даже меньше. Да, 3 с половиной минуты. Это докладчивается, например. Вот. И, в общем, довольно прикольный обзор. Естественно, спустя конференции уже прошло почти, ну, в общем, много времени прошло. И все видео уже выложены. Вот. Поэтому вы можете их посмотреть в Ютубе. Вот там они есть. Из всех видео, которые были выложены, на самом деле было 23 доклада. Одного доклада, один доклад не выложили. Еще на целую кучу докладов я не попал физически, потому что они шли в два потока. И из тех, куда я попал, я выбрал 8 штук, которых, можно сказать, хоть пару слов, которые меня так или иначе зацепили. Вот. День первый. Открывал конференцию Жозе Валим с докладом Introducing HDD. Use Driven Development. Это Жозе Валим. Он без бороды. Это было, наверное, лишь 5 назад, мне кажется. Может, года 4 назад. Вот. Жозе Валим не ведет твиттер. После одного какого-то неприятного спора он перестал вести сексуру твиттер. Зато у него есть профиль на форуме, эликсир форуме. Если вам хочется знать, о чем пишет и мечтает Жозе Валим, можете прийти сюда. Тут есть очень удобная кнопка «Показать все сообщения». Нажимаешь, и видно, о чем думает, говорит, пишет Жозе Валим. Это очень полезно, потому что Жозе Валим не самый, ну, очень умный чувак. И проследить за ходом его мысли очень полезно. Потому что у него есть мнение на самый разный счет. На тот счет, как писать миграцию и заканчивая там какими-то вообще заудочными вещами, которые мне пока еще не доступны. Вот. Я всем советую ходить и читать. Значит, его доклад. В докладе он начал с того, что перечислил статистику по релизу и постепенно перешел к фичам. Он говорил о двух фичах всего лишь в этот раз. Первая фича – это то, что мы получили в 1.6. Это формат. Вот. И он очень долго рассказывал, убедительно, самое главное, рассказывал про то, как формат реализован и какие с этим связаны проблемы. Вот. Оказывается, что проблема форматирования кода не нова. И ее уже решил вот этот человек. Это дядя. Это Джон Хьюз. Он профессор в университете. И если посмотреть его работу, в Google Scholar очень многое он написал всяких вейперов. То проскроет, вот видно, есть такая штука, как задизайнить предпринт в лайперах. Вот, Джозе взял это за основу, потом он взял еще другую работу и на их основе реализовал код формата. Вот, собственно, этот пейпер. Поговорил, показывал, рассказывал и все это свел опять-таки к тому, что есть пейпер. Этот пейпер, вы уже догадались, написал Джон Хьюз. Вот. Если проскроет другую сторону, то там есть этот пейпер. Его можно даже открыть и почитать. Он, конечно, написан для Хаскеля был. Ну, какая разница. Главная идея. В конце доклада Джозе подарили вот такую штуку. Она весила, если я не ошибаюсь, 16 или 18 килограмм. Это какой-то спонсор сделал. Или какая-то компания, которая начала использовать эликсиры. Им так понравилось, что они решили на радостях такую штуку сделать. Она, по-моему, напечатана на 3D принтер. После доклада Джозе шел доклад Савья Нори. Савья – это… у него тоже есть профиль на форуме, я тоже могу сейчас почитать. Савья, конечно, известен тем, что он в Rails-сообществе много-много лет находится. Вот он, его портретик такой. Он занимается документацией очень много в Rails. Занимался, по крайней мере, когда я еще следил за разработкой Rails. Чем он сейчас занимается в Rails, я не знаю. Ну, чем это полезно, я уверен. Он начал свой доклад с такой фотографии, на которой он 10 лет назад описывает процесс загрузки, если ничего, с рельсов даже. И в этот раз он решил изучить процесс загрузки приложения на эликсире и на эрланге вообще. Как, что, с чего начинается, вся эта нить. Это достаточно полезный доклад, но он достаточно сложный. Его нужно смотреть вдумчиво. Пока я его смотрел, сидя в кресле, я ничего не понял на конференции. Его надо посмотреть дома, желательно с чашкой чая. Может быть, делать паузы, выписывать себе там нотсы и так далее. Вот несколько слайдов. Он развенчал какие-то мифы, жалуется на что-то и так далее. Буквально на прошлой неделе, мне кажется, это было в среду, он написал твит такой, что пока готовился к докладу, очень много законтрибутил в эрланге и в эликсире. Патч. Вот. Это достойно уважения. Это же можно проверить. Я по долгой службе, мне надо было кое-что найти в эрланге в январе и в декабре месяце. И я писал вопрос, и я туда еще обратил внимание, что он приходит, периодически спрашивает что-то там у ребят из эрланг-корд-тима. Дальше был доклад Джастин Шнек. Это человек, который как раз занимается нервс. Он состоит в корт-тиме. Этот доклад, если я правильно понял, он был заменой другого доклада, который не состоялся. Потому что Тобас Пайфер, тоже известный в сообществе в Руби и в Эликсире, он заболел. Его все, ему все желали поскорее выздороветь, и он не приехал. Но он зато приехал две недели назад, если это было две недели назад, три, наверное, уже в Киев. И можно было его видеть в Киеве на Руби конференции. Так вот, Джастин, он рассказывал очень подробно про State of Things в нервс. Говорил, что они приближаются, или к тому моменту они уже зарелизили 1.0. Я вот сейчас не помню точно. Уже есть. Уже есть. То, что сейчас есть, да, было три месяца назад, я не уверен. Было-было, а они проведены Нового года. И вот он показывал демо, говорил, как это клево, все работает, все очень прикольно, очень компактный получается образ, о котором я говорил, 20 с чем-то мегабайт. Это не полноценный дистрибутив, там нет кучи утилит, которые нужны, там Basha, наверное, там нет и так далее. То есть, там есть и EX, там есть сам Linux и Erlan, собственно, все, все, что нужно. По ходу этого деквата он упоминал всякие достижения народного хозяйства в плане нервс. Например, был такой подкаст, в котором был, ну, есть подкаст. Они пригласили гостя, который додумался сделать из нервс какую-то специальную штучку для своей жены, которая болела диабетом, которая постоянно измеряла количество сахара в крови. Вот. И слава эти данные ему в телефон, в компьютер, короче, в папе. И, в общем, он следил таким образом. Он даже, по-моему, себе ее там куда-то вставил. Вот. Ну, короче, это довольно круто. Вот. Еще другое крутое достижение народного хозяйства, в буквальном смысле, это FarmBot. Это такой проект, который на нервс как раз написан. То есть, нервс уже за основу берется, и на его основе какая-то бизнес-задача решается. Здесь статическое изображение, но если открыть сайт FarmBot, то это будет видео. Там будет видно, как бот ездит, там чувак сидит за компьютером, берет какую-то морковку. Такой типа там, как будто в игре, он как будто раз ткнул куда-то в такое поле. Тут хоп, робот поехал и там что-то воткнул в то же место, только вот тут вот он что-то перемещает. Ну, в общем, это выглядит, впечатляет. FarmBot тоже, он open-source, как оказалось, можно зайти и посмотреть. Вот эта вот фиолетовая полоска, значит, что там очень много написано на нервисе и как всего. Последний доклад в первом день, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это был доклад про SSH. Это очень специфичный технический доклад. Он может быть нифига не интересен многим и, в принципе, по понятным причинам. Вот, но он интересен в первую очередь тем, что человек берет и какие-то закопанные функции, которые закопаны где-то внутри ронга либы, он их достает и учится с ними как-то работать, генерить приватные ключи, публичные ключи, что-то там, короче, делать так, чтобы работать SSH. Он тоже демо показывает, это впечатляет. Вот, он объясняет теорию в том числе. Если вам интересна, в принципе, тема security внутри ронга, я хочу порекомендовать другой доклад, очень хороший, который я видел в Берлине, несколько, во второй год еще проведения конференции. Там вот этот вот человек, потом его все в твиттере просили, начни писать блог, пиши об этом, то, что ты нам рассказал. А он вот так и сделал, начал блог писать. Он очень-очень-очень доходчиво объясняет тему security и какие есть проблемы. Прямо вот с разных, вообще разные вопросы успевает рассмотреть на свой доклад. Очень интересно и вообще не скучно. День номер два. День начала барышня по имени Георгина или Джорджин. Я не знаю, как ее произнести. Она рассказывала про Solid. Я вообще обратил внимание на то, что мало довольно пока еще идет речи в Elixir Community о патернах. А у нее бэкграунд в Java. И вот она, если я ошибаюсь, и она пришла в разрабатывательный Elixir, и ей захотелось проверить, как можно какие-то патерны вот в Elixir заюзать. И она все, вот Solid, все буквы берет и вот так она выглядит, кстати. И она все их берет и проверяет. И она говорит, вот здесь мы behavior используем, чтобы это реализовать. А вот здесь мы выносим в конфигурацию что-то. И оно все становится удобно. А вот здесь мы там то-то делаем. В итоге, очень крутой доклад. Прям вот все восхищались. Советую. Значит, Рафаэль Коста, не могу сказать, что чем-то мне запомнился конкретный его доклад, но эта тема довольно повторяется постоянно. Переезд с Rails на Phoenix. Вот у него история о том, как они переезжали, как это было болезненно. Почему? И тут не только техническая задача решалась. Он говорил, как команда сопротивлялась, например, переезду. Как надо было организовывать, как они организовали переезд. Очень много. У него тоже есть титер. Вот. И он рассказывает процесс переезда. Но если вам действительно интересна эта тема, есть другой доклад на Ampex в этом году, в начале года. Другой человек сделал. Гораздо, гораздо, гораздо более детальный доклад с кучей слайдов, с кучей цифр. Ну, просто очень-очень-очень прям вот всю проблему от начала до конца. Вот от начала переезда и до конца, и что получили в итоге. Очень круто. Предпоследний доклад второго дня был Андре Леопарди. Это один из core team Elixir, человек. Живет он в Италии, в городе Думло, по-моему. Он как раз занимается тем, что пушит вот эту вот тему, о которой говорил Жозеф в своем докладе, про property-based testing. Он занимается докладом, у него, кстати, тоже есть профиль, тоже советую почитывать. Он занимается лейбой, который называется string data. Она находится под его аккаунтом в гитхабе, и по сути он ее педалит. Он весь свой доклад посвятил, по сути, property-based testing. Кроме того, рассказывал, как будет круто, когда мы, например, научимся спеки в Elixirе, трансформировать сразу в property-based такие вот выражения. Не знаю, это, наверное, скоро, правда, будет еще. Он говорил, что какие проблемы есть. Репозитория открыт, можно сходить. Он всех после доклада призывал приходить. Есть такая дискуссия, где именно сама соль property-based testing проявится, когда они это сделают. Это finish state machine, когда они сделают, чтобы можно было состояние хранить между... Ну, это вообще будет бешено круто. На самом деле, это, конечно, уже все есть в других лейбах зоны. А вот этот вот Alford, который здесь открывает этот вишью, он сам является куратором другой лейбы, которая является оберткой над пропером. А proper — это open-source вариант для property-based testing. В общем, дискуссия здесь о том, как договориться по поводу API. То есть ребята из Quartime, они не такие, что вот мы сейчас придумали, вот ввязайте. Они, и это дальше будет видно, спрашивают постоянную комиссию, как нам сделать получше, потому что никто из них ничем лучше... Ну, то есть не может какое-то предложить решение и сказать всем, ввязайте вот так вот. То есть надо какое-то обсуждение, вот оно здесь. Кроме того, Жизе еще в октябре такую создавал тему, где обсуждалась, почему мотивация вообще, почему core team Elixir думает о property-based testing и кроме того, о включении property-based testing в core Elixir самого, почему это важно, почему они не хотят развивать существующее решение, а хотят свое. Потому что авторы существующих решений тоже недовольны таким положением, потому что вроде как Жизе, условный такой патриарх, глава, принимает решение всех Elixir, и может в его власти взять и добавить что-то. И тем самым все остальные Либы они будут невосслепованы. Он объясняет мотивацию подробно вот здесь. Последний доклад. Это был Крис Маккор. Он рассказывал про Феникс чуть-чуть. Буквально одна треть его доклада состояла про Феникс и про множество, которое нас ждут. Это было не так интересно. Ну, это было прикольно. Не ждут никакие кардинальные изменения, в Фениксе 1.4. Ну, что-то какие-то прикольные фишки они добавляют. Но это не соль. И в его докладе была вторая часть, когда он уже перечислил этот чейнжлоб. И он начал говорить про то, как он видит, надо разрабатывать приложение. Такая философская часть его доклада. А вот он говорит, что он приводит несколько примеров и говорит, что не нужно проектировать свое приложение, нужно начинать проектировать свое приложение с базы данных. Может быть, вам база данных просто не нужна будет. Никогда. Или нужна, но там, можно ETS обойтись. Или мезией. И если этого недостаточно, может быть, потом можно какой-то processing storage. Он говорит, что на принятие такого решения влияет куча факторов. И надо, ну, не кидаться за клавиатуру, а подумать. Это так вкратце. Но на самом деле он там, конечно, распыляется очень подробно. Вот. Мы почти закончили, кстати. Мои наблюдения. Как по мне, очень мало в Alexer Community идет речь об организации кода. То, что я видел и вижу до сих пор в Rails, там до сих пор идет речь о том, как... А это мы вынесем все здесь объекты. Здесь объектов нет. Так удобно сразу, да? Тут нет ничего такого. А это мы не вынесем сервис объекты. А это... А тут у нас очень много моделей в одной папке. Давайте там по-моему спейсам разделим и так далее. Вот. Не одобряю. Но когда я, кстати, подумал об этом, когда я подумал об этом, я вспомнил, что буквально на прошлой неделе, или, по-моему, еще неделя ранее, появился доклад Дейла Томаса, который предлагает ну, такой кардинально другой подход. К разбиению приложения, компоненты, и вообще, немного накуренный доклад, но в целом, любопытно. Просто вот узнать, вот человеков взгляд абсолютно не предвзят, абсолютно трезво смотрит. То есть, ты тут смотришь на микс проект, думаешь, что вот так оно и должно быть, и все. И даже не думаешь о том, что что-то можно поменять. А он, как-то оторван абсолютно, для него это не панцея, а он думает глобально, видит глобально. Пока еще мало очень докладов про, на эликсир конференциях, про внутренность ирланга. Очень часто, например, в Руби на конференции есть Арн Паттерсон, который рассказывает что-то про устройство там виртуальной машины, какие-то нюансы, или там другие люди. Тут такого мало, почти нету. И это плохо. Я думал, что дальше будет лучше. Значит, очень мало про тестирование говорят. Это офигенно крутой пункт, потому что в рельсах, я помню, даже был твит Яхуды Катца, который говорит, давайте как-то введем эмбарго на доклады по тестированию на конференциях по рельсу. Потому что их было так много, и каждый тестировал по-своему, и каждый казался, что нужно, наверное, рассказать об этом всем. Вот. Тут в эликсире нет. Никто об этом почти не говорит. И мне это радует, потому что либо все настолько хорошо, что все понятно, и не надо ничего выдумывать. Тестируй просто вот у тебя есть все из коробки. Ну, скорее всего, скорее всего, так и есть. На самом деле, не знаю, у меня вопросов не возникают больше. Нельзя, почти нельзя стабить ничего или мокать, ну, с оговорками. Тоже, ну, из коробки, по крайней мере. Тоже очень круто, по-моему, лишает нас какого-то головника. У меня складывается ощущение, что в эликсире, в комьюнити рельсовики, это попали в рай. Они находятся в таком положении, когда не нужно думать о куче проблем, которые у тебя были в рельсах. Ты просто наслаждаешься, потому что этих проблем нету, новых проблем еще нету, и ты просто наслаждаешься тем, что все как, все работает, все хорошо, все быстро, либо мало, ты не выбираешь там 25, не знаю, часов там, какую-то либо для формы в себе на сайт, потому что их нету просто, не знаю. Потому что мы сейчас перешли, как повезло нам, мы находимся в таком как бы моменте, когда уже JavaScript на себя перетягивает идеала, я не знаю, я думаю, что есть либо типа simple форма для эликсира, просто я не думаю, что он супер востребован. В общем, это круто. Что я еще замечаю, что постепенно новое поколение появляется людей, которых интересует Erlang или через эликсир. Это заметно, например, потому что в Erlang попадают коммиты теперь уже от ЖЗ, которому, например, уже там что-то не хватает в эликсире. Это заметно по другим людям, если взять того же Михаила Мускалу, который создал ЭКТО и который он создал студент, по-моему, до сих пор, который тоже коммитит в OTP в Erlang. Михаил сам он сделал даже такой борт, где собрал кучу каких-то улучшений, которые он думает можно сделать в Erlang, в Эликсире. И он говорит, у меня просто рук не хватает, но я вижу, что можно что-то заимпровить, поэтому приходите, разбирайте, разбирайте их, особенно предлагают обратить внимание на зелененькие вот эти вот карточки. к нему приходят, он подробно объясняет, что требуется сделать, если видишь, что человек хочет. Вот. Приходите тоже. Вот он объясняет, в чем идея, какую-то фичер. Вот. Я надеюсь, ну я не надеюсь, на самом деле я верю в то, что со временем на Erlang все больше будет внимания обращать эти разработчики, открывать для себя стандартную лягу Erlang, потому что там очень много всего закопано, интересного. Документация до недавнего времени была, выглядела довольно страшненько, сейчас она стала чуть получше выглядеть. И можно всего много там откопать, не изобретать велосипед, много всего уже сделано. Это все. У меня вообще такой маленький доклад. Спасибо. Не знаю, я могу ли ответить на какие-то вопросы. Если хотите знать, где билет купить конференцию, могу объяснить он. А можно объяснить, как попасть на Телтреллабор? Как мне попасть, конечно, могу без проблем. Там есть ссылка на скриншоте. Да, но на самом деле он у себя в Титере запостил ее. Можно еще в Титер сходить, пролистать немного вниз, там будет. Еще вопросы? А цену билетов подлог проживания у Тома готеля? Нет, к сожалению. Доброе, то есть, второе питание, то есть, где-то такая цена? Мне кажется, туда входит дорогостоящая аренда, съемка, потому что у них все качественно организовано, и еда, еда там просто улет полный. Там каждый обед, там, просто, я не знаю, там хочется, там, ну, столы ломятся, настолько, ну, 500 евро покупался, наверное, я так понимаю. Вот. Хорошо. Спасибо.